Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Егорова жили до Ноя, они были накажены за нарушение того, чего они не знали, чего даже не существовало тогда. Давайте посмотрим на контекст чуть шире. 12-й и 14-й стихи, все на дальнем переводе. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Речь идет про преступление Адама. Это, кстати, тоже очень трудное место, но сейчас мы его не разбираем. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея на дне согрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Совсем как-то непонятно. То есть у нас получается абсолютно странная ситуация. Во-первых, грех существует еще до закона, до Моисея, но не вменяется, как бы ничего страшного. Греши, ничего тебе за это не будет. С другой стороны, за грех наказаны смертью люди, при том, за грех одного человека наказаны смертью все, даже те, кто не согрешил. Это не абсурд ли? Одновременно грех ненаказуем, и одновременно грех одного приводит к наказанию всех вообще. Смотрите, я думаю, что если поглядеть на контекст всего этого послания, то будет, во-первых, понятно, что грех одного человека, точнее сказать, уже двух людей, Адам и Ева в Эдемском саду-то их двое было. Грех одного человека — это скорее такой собирательный образ. Как только человечество начинает грешить, а оно тогда состоит из Адама и Ева, оно становится подверженным закону греха и смерти. Действию греха и смерти, лучше так будет сказать. И, соответственно, во-первых, это свойство наследуется, потом это назовут богословы первородным грехом, но это довольно поздняя концепция. А вот уже в библейском понимании человечество меняет свою жизнь, когда оно выбирает путь самостоятельного разбора ориентиров добра и зла, что понимается как грех. Тем самым оно переходит от состояния такого блаженного пребывания в Эдемском саду к состоянию вот его нынешней жизни, но этот самый грех еще не определен, он присутствует. Вы знаете, это немножко похоже на медицинский диагноз. Закон — это инструмент, который позволяет диагностировать грех, выявить его, но ведь болезнь действует в человеческом теле и до диагноза. Она разрушает его изнутри. Потом, если у врача есть соответствующие методики, инструменты, препараты и так далее, он может болезнь диагностировать, с этого начинается лечение. Невозможно болезнь лечить, если не знаешь, где она, какова она, в чем она состоит. Так вот, закон и есть такой самый инструмент для диагноза. Грех царствует в мире, правит в человеческом теле, и потому смерть в нем присутствует. И не то, чтобы за одного Адама наказаны все, но это уже свойство поврежденности, которое есть во всех людях. Все согрешают подобно Адаму. И эта линия продолжается. Потом приходит закон. Закон, который ставит этот диагноз. Это потому, что вы греховны. А грех состоит в том, том, том и том. Диагноз — это не просто утверждение, а вы больны, дорогой мой. Это не диагноз, а диагноз. Вот наблюдается то, то и то в таких органах, и из этого уже дальше следуют рекомендации. И, соответственно, а что же требуется для исцеления этой самой греховной человеческой природы? Ну, это уже другие части послания к римлянам. И с самого начала об этом говорится. Это крестная смерть и воскресение Иисуса Христа, но и тот канал, по которому человек воспринимает это лекарство для своей больной грехом природы — это, безусловно, вера. Вера как доверие, как практика жизни, а не только некоторый набор абстрактных утверждений. Ну, я прочитаю свой перевод стихов с 12 по 14, чтобы, может быть, это стало немножко более ясно. «Через одного Адама в мир пришел грех, а за грехом смерть. Так, грех одного человека сделал смертными всех людей. Ведь грех был в мире и прежде закона. Хотя при отсутствии закона грех не считается таковым, но смерть царствовала от Адама и до законодателя Моисея даже над теми, кто сам не приступал к повелению Божьих, как Адам». Не приступал, ну, потому что для тех людей этих повелений его, может быть, еще и не было до Моисея. Да, вот Адам приступил ясную заповедь, не есть тут древо. А те люди приступали эту волю Божью, но пока без формулировки. И это, кстати, относится и ко многим другим местам послания к римлянам. Мы разбирали, во-первых, Иудею, потом и Эллину, да, отрывок, который говорит о том, что именно Иудеи, знакомые с законом и исполняющие, взявшие на себя обязательство исполнять этот закон, они в первую очередь ответственны за нарушение. Ну, а Эллины, те, кто не Иудею, конечно, во вторую тоже не лишаются этой ответственности. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.